Всем привет! Днепр на связи. 2 февраля. Только подумать, уже хвевраль. Это ж надо. Уже и 2 апреля. В общем, 11.42. Что, друзья, у нас по обстановке? Ночь прошла крайне неспокойно для нашей области. В 12 ночи, как дали сигнал воздушной тревоги, и там до 4 утра шла боевая работа, сообщалось о большом количестве беспилотников. То для Днепра угроза, то для Каменского, бывший Днепр-Зержинск, то Кривой Рог. При этом еще и в один момент писали, что ракета летит на Днепр. Затем сказали, цель исчезла. Непонятно, то ли прилетела, то ли сбили, то ли фальш-цель. И в конечном итоге начали сообщать ночью о опасности для Каменского. Там жители могли слышать взрывы. Писали о работе ПВО, Каменской и Каменской район. Ну, а затем Кривой Рог. Там прямо над городом летали беспилотники. Бабахало, бубухало. Говорили о работе ПВО, но не обошлось и без прилетов. В общем, что по официальной информации. Сказали, что сбили 3 беспилотника. Кривой Рог, Криворожский район. Но есть и попадание БПЛА. Попадание призвело к тому, что без света осталось более чем 40 тысяч абонентов. Также 2 шахты. Люди находились под землей. Это 113 шахтеров. Также сообщается о том, что по Никополю наносились удары из артиллерии. В общем, крайне непростое время и непростая ночь. При этом в официальной сводке никак не комментируют взрывы Каменской и Каменской район. Только о Кивом Роге идет речь. В общем, Игнат нам выдал статистику. Сказал, что всего было 24 беспилотника. 11 из которых сбиты. Статистика с каждым разом все хуже и хуже. Пока что Игнат эту ситуацию не комментировал. Но вангую, что он скажет о том, что проблема в афро-беспилотниках. Афро-геране, афро-шахеды. Этой ночью в воздушном пространстве Украины были беспилотники темного цвета. Черного их не видно. Вроде как в свете прожектора. И работать по ним крайне и крайне тяжело. Есть видео с Кривого Рога ночью. Там просто пулеметы, автоматы. Они убили по небу. Видно, как пули летят. Вот так, друзья, и живем. Такая обстановка. В общем, затем сказали, что Кривой Рог прилет по подстанции Укрэнерго. Из-за этого абоненты без света. Но вроде там к утру уже более-менее что-то наладили. Свет начал у людей появляться. Вот такая, друзья, в принципе, обстановка у нас ночная. Летала, бабахала, бувухала. Страшно жить, страшно жить. Кстати, сегодня, друзья, ровно 9 лет. С момента гибели Кузьмы Скрябина. Андрей Кузьменко. Да, тут ничего не скажешь. За годами песни Кузьмы стали еще более актуальными. Кто не слышал, рекомендую. Руина. Лист до президентов. Нас кинули. Сам собик Раина. В общем, там хороших песен хватает. Есть что послушать. Есть над чем задуматься. Кстати, по статистике, порядка 70% граждан Украины считают, что это не несчастный случай, да, ДТП. Кузьма попал в аварию, там, фура его снесла, лоб в лоб. А что это? Тогдашняя власть просто решила убрать слишком многознающего, многоговорящего человека. Вот как-то так, друзья, такая обстановка. И, кстати, Миша Подоляк выспался и решил что-нибудь рассказать. Знаете, что он рассказал? Говорит, Украина совершила тактические ошибки в ходе летнего контрнаступления, поэтому от него остался негативный осадок. Советник Офиса Президента. Я думаю, что если бы Миша Подоляк участвовал бы в этом контрнаступлении штурмовиком, то он бы не допустил никаких тактических ошибок. Так что, Миша, все в твоих руках. В общем, друзья, такие дела. Всем хорошего дня. Берегите себя, берегите своих близких. И до нового выхода на связь.